Восвятая служба информации телерадовой компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Головное управление юстиции Гомельского облаканкама обвергая информацию об примусовом спагнанне сбору на финансование державных расходов. Китайский вектор супрацовництва сёння Гомель наведала делегация «Харбина». Магазины обвестили скидки и акции до 8-го соковика. Специальная акция «Лёд» аматорам зимовой рыбалки нагадали промеры безопасности. За тытул «Мисс Вясна-2016» сёння спрачались все супрацовницы областной больницы. И больше подробно об этом не только. Головное управление юстиции Гомельского облаканкама сёння провело пресс-конференцию по питаниях реализации декрета номер 3. У приватности размова шла об спагнанне сбору засоб, які не ожидают выплачивать его доброхвотно. Наши корреспонденты потекавилися подрабязностями. Подставы для проведения пресс-конференции стала размешанная на некоторых сайтах информация об небыто примусовым спагнанне сбору на финансование державных расходов. У Головного управления юстиции Гомельского облаканкама эту информацию полностью обвергают. Тем более, что у судовых выканавцев есть докладный алгоритм деяния. Если возбуждается исполнитель производства, безусловно, должник извещается, приглашается судебным исполнителем, даётся срок для добровольного исполнения. И я скажу, что срок довольно-таки оптимальный для уплаты. И уж после этого изыскивается имущество, на которое налагается арест, описывается это имущество. И даже после этого судебный исполнитель его не реализовывает, а ещё даёт срок для того, чтобы каким-то образом должник исполнил. Злостно, так сказать, я не буду платить, я уклонялся там, я сейчас не буду платить принципиально. Ну, тогда наступают уже, совершаются те действия, о которых я сказал. При этом, на думку специалистов Головного управления юстиции, колькость неплательщиков вельми значной не будет. Во-первых, у людей есть возможность отримать становочное решение податковых органов, те рабочих групп, которые створены в право-выконавчих комитетах. О прошатах о проколькость злостных неплательщиков можно узкостно мерковать по колькости особ, которые не различаются за те же банковские кредиты. По слуху жилево-коммунальных господарки те не платят алименты. А пошних на Гомельшине коля 10 тысяч человек. Много вопросов, связанных с вопросом рассмотрения правоохранительными органами заявлений, представлений судебного исполнителя об ответственности должников за уклонение уплаты алиментов. Сегодня должники данной категории задолжали взыскательницам порядка 11 миллионов динаминированных рублей. И еще одна особливость оплаты сбору на финансование державных расходов, якая предуглежена законодавством. Громадянин может звернуться у ответной структуры с просьбой о поэтапной оплате сбору. Хоть минимальную сумму из общей не пришел и платил, но не может по разным причинам. Говорит, дайте мне рассрочку какую-то, то уже суд не может рассматривать. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телера, до компании «Гомель». Выконавча надпись нотариуса, ці стала простей спагнаць за пазычынаць, майомасць лепш подарыць ці завящаць, і які пункты варта уключыць ў шлюбный договор. Абмерковаць гэтэ іншэ пытанье, які тычацца дзейнасті нотариусаў, заутра можна будзе ў прамым эфіры. Старшыня Гомельска обласной натрияльной палаты Маргарыта Жорова стане гостяй программы «Деалог». Яна выйдзе у эфір на телеканалі «Беларусь 4» у 19 гадзін 20 хвілін. Свае пытанье про пановы і заувагі вы можыця выказаць паталіфановавшы панумары прамога эфіру «Гомелі» 77 68 45. Пратягваем выпуск. Гомельскі харвы канкам ў рад города Харбіна маюць намер створіць рабочую групу, якая будзе займацца пытаннімі кардэнацій супрацовніства ва ўсіх сферах. Такая інформація была гучана пачас сёнішніга візіту дэлігацыі гэтага китайскага горада. Абчым ішла размова пачас сустрэчы ведая Олег Сінцероў. Сёні доля Китайской народной республіки ў знішній галёвом обороті Гомеля скалдаюся ўкаля 2%. Гэта явна не глюстровая макчам істі баков. Атаму галовна мэта сустрэча – знайсці новы дакі рункі супрацовніства зудікам реальних патрэб беларускага і китайскага рынку. На китайскім рынку Гомель працавліны перш за сё комбайнамі акціонернага товаріцца «Гомсельмаш» і салуткай продукцы «Спартака». Карбінская делігацца – такое супрацовніство Вітая, але лечіся гуявна недостатковым. Па гэтай причіні ў Беларусь партнёры пріехалі с конкретными пропановами. Па перше – харчовая продукца. Китай – великий рынок для акціонерно чистых продуктов. Атаму, видмі перспективны, здаецца ідея створення сумісных предприємств. Па в отворчасі спочатку кондитерскіх выробов, а ў перспективі – молочных і мясных продуктів. Тому що зісь єсть ўже більш конкретні наработки, даже наші предприєтія займаються в части сертифікацією продукцій на китайському рынкі. Яшчі один на керунок – сільськогосподарча техніка. Зараз у Китаї разом з традиційними кукурузы, пшаніцей і соїй вырішили заняться яшчі і масовым вырошуванням бульбы. Гэт – адна з основних причин наведування акціонерна товаріцца «Гомсельмаш». З великим высокоякістю беларускій технікі Харбін має намер обмєткаваць питання в поставках бульбоуборжених комбайнов. В продовольственній безпецісті ми будемо далі розвиватися в выращиванні картофілі. В цей раз ми приїхали з целью изучення нових можливостей именно посадмінчування в цій області. Батьки погоджаються. Сьогодні необхідно займатися пошуком нових партнерів. Інша справа, що контактів тільки на взрослі офіційних делігаций для цього недостатково. Вися бачиться у створенні постоянно дівчої робочої групи на узровні намерів міров, яка буде займатися питаннями координації супрацівництва во всіх сферах – від економіки до молодёжних обмєнів. Сформируємо такий план действий, який буде включати в себе сотрудничество не тільки в сфері економіки – це саме головне, ну і також в сфері образовання, медицины, культури, спорта. Я думаю, що ми в ближайше время такой документ сформируємо і будемо по нему работать. Олег Сентіров, Ігор Мариченко, телерадо компанія «Гомель». 11-я спеціалізованая будовнічая выстава «Будуем дом» пройде у «Гомель» у середіні сакавіка. Планується, що у делу їй приймуть каля 100 продприємствів з Білорусі, Росії і країни СНД. Удельникам проставить продукцію і обсталявання пошніга пакаління новая будовнічая технологія. Вистава «Будуем дом» традиційно виклікає великую цікавоць, що год яє наведують каля 20 тисяч чалавек. До речі, у сакавіку гандлівай сеці «Гомель» в області пройдуть шматлікі акційні мероприємствы. У популярних крамах напереда дні 8 сакавіка, а у нікаторых на протягу сяго місяцца, пакупнікам продоставляються істотні скидкі на продукты і господарчі товары, а так само косметику, текстиль, ювілірнія вирабы. Падрабязну інформацію можна знайсці на сайтах організацій гандлю, а так само непосредна ў гандлівых аб'єктах. Варятавальнікі настойлівы рекомендуєць, рыбакам не выходзіць на лёд. Каля берага і готаўшчыня ад 3 до 5 сантыметраў, толькі на особных участках – до 15. Лёд ўжо не такі трывалы, як навад некалькі дзён тому. Праваліцца можна ў любой момант. Профілактичныя рэйды проходзіць што дзень. Сьогодні правілы безпекі гамельчанам нагадалі супраціўнікі Асвода, МНС і актывісты Червонага Крыжа. Дзмітрий Котаў спадрабязнастями. На Волтавскім озері шмат людна. Рыбакоў не спыняюць недаволі моцны дошы, ні парады вратавальнікаў. Яны спадяюцца на свой вопыт і ўпэўненый, што трагедія не здарыцца. Говорят, што на этом озере несчастных случаў не було. Вот они здесь давно, хто-то на пенсі, то есть нечым заняться. Людей свой интерес. Лёд на водоўах імкліва тае, яго толщыня толькі на особных участках досягая 15 сантыметраў, што ўсё ровно з'являецца небезпечным. У такі пиры адзнашно павалішвецца колькас несчастных выплаткав на воде, і таму узрастая роля профилактичной работы. Спеціальны рэйды проходзі што дзень, стоїць задача охапіць максимальну ў колькасць водоўаў. На Лолтавськое озеро вышли супрацоніки АСВО, МНС і активісты Червоного Крыжа. Яны нагадали рыбакам о правилах оказання першої допомоги і технічных сродках, які завсёды повинны быть побачь. Это і концы Александрова, і просто простая верёвка на конце с грузом. Это і всевозможные штыри, які помогут челэку самостателно, если он провалился, выбраться из лунки. І, конечно же, обязательно спасательный жилет. Почему? Потому что, если челэк провалился под лёд в спасательном жилете, ў него есў возможность некоторое время побыть ещё на плаву до того момента, пока мы, работники АСВОДА, придём к нему на помощь. По статистиці, гэтый период года небеспешны не только для рыбаков. Дитячий гульник аля водоёмов так само могут привести до несчастных выпадков. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы те, в свою очередь, не оставляли дитя одних без присмотра и провели с ними разъяснительную работу на тему опасности выхода на тонкий лёд и недопустимости игр возле водоёмов и вблизи рек. С кожным тёплым днём лёд становится больше тонким, а рызыка – больше высокой. Дмитрий Котов, Максим Славян, телерадиокампания «Гомель». В Гомеле протягивается республиканский конкурс WorldSkills «Беларусь» по геодезии. Гэта найбойнейшая у свете профессийная спаборніства – своясабливая олимпийская гульня для студентов и молодых специалистов. Наша краина до сусветного руху долучила сеня дауна. Всю лето конкурс организовали у першыню. Напереда дня отбылось его открытие и теоретичный тур. Сёння удельникам треба показать свои практичные навыки. Спочатку работы на мясцовости за тем створение чертяжов будущих архитектурных объектов. Выники оценивают эксперты и выкладчики БНТУ. А кроме того, за удельниками сочать потенциальные процедавцы и инвесторы. Конкуренция чувствуется, так как присутствуют команды из России, присутствуют гомельские университеты, присутствуют университеты со всей Беларуси, ну и колледжи такие же. Примерно на равных. У Гомельской области протягивается тыдень профилактики уживания и распаусюдживания наркотиков. Во время его отбудется больше, как 150 мероприемств, организованных активистами БРСМ. В программе интернет-флеш-акции, конкурсы плакатов, квест-гульни и спортивно-профилактические мероприемства. Активисты рассказывают молодые об проблемах наркоспоживания. При этом каждый из молодых людей расслумачивает, почему и сам он выбирает жить без наркотиков. Сегодня проходила мимо и увидела, что проходит акция против наркотиков, и решила к ней присоединиться. И тем самым присоединить побольше молодежи, привлечь ее внимание. Потому что я выбираю жизнь против наркотиков, счастливую и здоровую жизнь. У мероприемствах с нагодой проведения тыдня профилактики примет дел больше, как 5000 человек. Отбудутся открытые диалоги, мероприемства в формате Роуны навучай Роуного и семинары-тренинги для волонтеров. Закончится она флешмобом таким своеобразным. Ребята будут снимать видеоролики, где будут говорить, что наркотиков нет. Мы против Гомельщины, здоровый образ жизни и так далее. И все это будет сопровождаться хэштегами. Сегодня в Гомельской областной больнице отбился конкурс «Прыгажості МИС весна-2017». За корону змогались урачи, медсестры и акушеры. Как ишло модное с поборництва и на что рабила ставку журы, ведая Ганна Ковалева. «Прыгажості Медицина» – синонимы. Упевнены у дельницей пешого в истории областной больнице конкурс «Прыгажості». За титул «МИС весна» им вырошили позмогаться 16 девчат. У повседённым життей они виртуозно володают шприцами, кропельницами и допомагают заявиться на свет новонародженным. На один день им пришлось выступить роли моделей у кулинаров и артисток. Девушки, как в основные, мы их не отбирали по модельным параметрам. Мы их избирали по параметрам артистичности, харизмы, чтобы они брали именно своей улыбкой и своей открытостью к зрителям. С девчатами працавали педагоги по дефиле, хореографы, визажисты и фотографы Центра моды «Прыгажості Хрустальная нимфа». Поддрыхтолка дожила 7 месяц и усюдели некольких годин конкурсу. Им, девчатам, треба было продефилировать у медицинской спецвопрацы, выконать творчие задания и покарать жюри своими кулинарными сдольностями. Для меня не впервые участвовать в конкурсах красоты. Я уже участвовала в подобных мероприятиях. Поэтому немножко может быть легче, может быть, конечно, волнение все равно присутствует. Хочу достойно представить отделение свое, показать, что и в роддоме есть красивые девушки. Накануне 8 марта хочется подарить действительно праздник коллегам и всем сотрудникам. Красота и медицина – это взаимосвязанные полностью вещи. А ты заходишь в палату пациентам, которые нуждаются в твоей помощи. И, конечно, когда ты хорошо выглядишь, улыбаешься им, они прямо на глазах начинают гореть глаза. Головный титул «Мисс Вясна-2017» отримала Олена Сетянок, медсестра терапевтического деяния. Так само были названы «Пераможцы» в четырех номинациях. А кроме того, за девчатами пильно сочли специалисты «Хрустальной Нимфы», как выбрать претендентку на место в ученице своего центра, а затем сделать ее в дельнице фотосессий и модных показов. До речи, ГТ права отримала урач-педиатр Бульга Саученка. Ганна Ковалева, Яуген Макийнка, телерадиокампанія «Гомель». ГТ, а так само инши новини, вы можете знайсти на нашем сайте. У интернеті по адресі www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Ихнаценко. Усягу вам доброго и до новых встреч у эфиры.